Во все времена национальная культура была источником вдохновения и творческого выражения нашего народа. Через песню и танец, символический орнамент на рушнике и традиционной одежде наши предки выражали любовь к родной земле, красоте нашего синяокого края. В череде воспитательных мероприятий, которые проводит наш многопрофильный центр, сегодняшний фестиваль занимает особое место. Уже четвертый год подряд мы проводим фестиваль национальной культуры. В нынешнем году он проходит по четырем номинациям. Белорусская песня, белорусский танец, национальный костюм, кукла и рушник. Получился красивый праздник национальной культуры. Вокальные номера и танцевальные композиции, традиционные белорусские рушники и куклы ручной работы, представленные участниками фестиваля, демонстрировали всем собравшимся в этот день в актовом зале колледжа связи национальный колорит, многообразие и богатство культуры родной земли. 57 вокальных и танцевальных номеров, как солистов, так и творческих коллективов. Более 100 рукотворных работ юных участников составили насыщенную программу фестиваля. Мы радуемся тому, как дети активно проявляют себя именно в нашем таком национальном, красивом, белорусском направлении. Как они красиво исполняют наши песни. Вы знаете, очень приятно видеть их творческие работы, вышитые рушники, сделаны своими руками куклы. Мы радуемся тому, что наши дети любят свой город, любят свою республику, любят свою белорусскую культуру. Каждый из ребят старался показать свое мастерство, вкладывая частичку своей души. Души педагогов и родителей, неустанно поддерживающих юные таланты, представленных на фестивале номерах. Именно поэтому к выбору репертуара у участников было особое отношение. Мы очень сильно готовились к этому фестивалю, очень старались, очень щепетильно относимся вообще ко всем выступлениям, где мы вообще участвуем, всякие фестивали, концерты. И этот танец один из наших лучших танцев. Как мы подходим к выбору? Ну, во-первых, подходит ли произведение ребенку по голосу, это самое главное. Конечно, я всегда спрашиваю у детей, нравится или не нравится. Если все это в комплексе соответствует, мы берем произведение, разучиваем и дальше. Благодаря стараниям всех участников, фестиваль белорусской культуры превратился в яркий и насыщенный праздник, подарив неизгладимые впечатления всем зрителям, еще раз продемонстрировав многообразие творческого потенциала юных талантов в резкой земле. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.